всем привет зрители моего канала наверняка узнали кактусовый парк погода сейчас пасмурная даже местами дождливая видно все равно хорошо не снимаю трансляцию показывать трансляции здесь плохо меня часто спрашивают о вот этом растении я сейчас ближе подойду будет лучше видно это саговники здесь хотя я про них уже рассказывала расскажу еще вот здесь видите написано мне нравится очень читать такие описания где рассказывается о растениях и например подразделяются допустим вот это вот саговники иногда называют саговая пальма но это не пальма вот цикос есть название названием вот видите пальма де сагу ты саговниковая пальма вот и здесь видно что растение двудомная вот женский вид растения так выглядит и мужской вот так выглядит ну вот посмотрим на них вблизи и вы сами поймете без труда где женский где мужской вид растений можно еще видеть вот такие растения когда подходит кто-либо и вот здесь сейчас я вам попытаюсь это показать наверху весь это такие знаете жесткие довольно вот наверху видите вот это явно женское растение находится вот такой сгусток скажем так но это не плод в классическом понимании вот вот здесь лучше будет видно явно что женское растение естественно там его как-то открывают и там внутри чего только не находят вот сейчас где-то пониже если будет я попробую что-то такое показать о нашла ну давайте глянем что здесь внутри растение очень древние можно сказать современники динозавра вот здесь вот момент одну минуту находится вот такие плоды плоды эти насколько я знаю являются съедобными местные жители где водятся такие растения ну не здесь конечно не в парке их собирают и готовят растения очень сложны выращивание и требуют к себе такого знаете обращением чтобы ну вот они у вас стали вот такими у вас должно быть несколько факторов соблюдено подходящие климатические условия а если дома вы выращиваете в квартире что возможно подходящий температурный режим ну вот и тогда вы получите результаты растут эти растения очень медленно один вот этих круг листьев растет за год так что сами судите сколько этим растением лет парк основан в 1976 году по моему ну вот и считайте вот такие растения иногда показывает и оттуда там кто-то вылетает или птицы гнездятся но не знаю не знаю вот смотрите здесь прям россыпи как будто картошка лежит какая-нибудь но в природе конечно они вот сейчас я их отсоединяла они довольно легко отсоединяются они в природе конечно вываливаются отсюда вот сейчас здесь они практически просто лежат вот один упал вываливаются и укореняются сами но и затем растут если условия позволяют вот такое интереснейшее растение вот парк на манджуике упала как будто бы абрикосы трогаешь знаете вот такие плоды ну вот там зацвел алое древовидной алое вообще очень интересные растения цветут они зимой начиная с декабря вот алое именно алое вера здесь сейчас не цветет цветут вот этим товарищи посмотрим там вверху тоже должны они быть но они могут цветись цвести сейчас а могут позже ну да смотрю зацветает алое древовидное есть есть уже активно цветущие вот там тоже зацветает сейчас я вам покажу о подойдем поближе посмотрите как красиво еще раз показываю тем кто сомневается или может быть не в курсе не все же в курсе я тоже не всегда знала как цветет алое вот чтобы вы представляли как выглядят эти соцветия иногда в интернете публикуют совсем не то как выглядит реально цветущий алое у них примерно вот такого типа соцветия всегда просто в зависимости от вида они могут немножко между собой отличаться ну в общем и целом это вот такая метелка с цветочками могут быть красные оранжевые желтые вот такого типа зеленоватые немножко но именно такого типа цветы должны быть у алое кстати хочу вам показать сколько я плодов набрала с этого цикуса карман чем попробую посадить я сказала что плоды их едят но не упомянула что плоды едят аборигены тех стран где вот они изначально произрастали австралия юго-восточная азия япония в зависимости от видов саговника но только после специальной термической обработки смотрите сырыми не ешьте хотя они выглядят очень привлекательно иногда ошибаются дети и животные это ядовитые плоды просто так их есть нельзя имейте это ввиду гуляем по парку дальше вот тут тоже алое цветущие как я уже сказала еще раз повторю цветет алое зимой весной тоже есть цветет но другого вида вот а это кто узнал денежное дерево у того в этом году будет много денег красула портула ковидное денежное дерево в просторечии растение которое очень любят как комнатное растение многие выращивают она довольно легко выращивается но в комнате не всегда цветет для этого ей необходимы условия то есть такая знаете почва для кактусов такой вот песчановатый грунт да небольшой горшочек вот здесь видите кругом камни то есть особо тут корням разгуляться негде она не ловите какого размера доросла вот и цветет она тоже зимой как и алое то есть ей нужны стрессовые условия перепады температур здесь бугенвилия которая здесь очень тоже так очень неплохо себя чувствует потому что субтропический климат ей подходит это лазащие растения которые используются для декорирования различных заборов различных беседок и цветет она тоже в зависимости от сорта кстати в разное время года вот это вот так самая простая бугенвилия она цветет и и как зимой так и летом то есть очень хорошо переносят даже кратковременные заморозки но кратковременные если заморозки длительные она не сможет перенести у нас такие растения обычно растут в южной части это кавказ краснодарский край так что если вы живете там то вы наверняка тоже видели это все в грунте мы с вами находимся вот на такой площадке до такой как бы так сказать верандочки этого парка отсюда виден порт вот этот внешний рейд куда причаливают круизные лайнеры и вот там дальше она вот и здесь вот это вот грузовая часть до порта вот или близи тут контейнеры видно стоят и дальше туда вот внешний рейд просто выведен сюда как бы впереди грузового порта потому что большие круизные суда они не помещались там на внутреннем рейде и сделали вот таким образом это монстера кактус вот видите толстянка денежное дерево как хорошо видно и бугенвилия очень красиво декорирует но здесь вот эти вот каменистые столбы так они вроде сами по себе ну так живописненько выглядят вот монстера а иногда такие страшные заборы и вот бугенвилия декорирует и уже забор красивый становится ну конечно при этом бугенвилии нужно дорасти разрастить так чтобы этот самый забор если он некрасивый задекорировать вот голуби горлицы здесь на они живут вот здесь видите вот бутылочные деревья баубабы то бишь бутылочные деревья я их часто показываю это группа деревьев разных видов причем у которых форма ствола вот такая бутылка видная и поэтому их так называют бутылочные деревья помните а если туп как дерево родишься баубабом и будешь баубабом тысячу лет пока помрешь а вот это между прочим на кактусе цифалии то есть места из которых появляются цветы я не знаю как они здесь появятся или нет цифалии кстати вот эти вот коричневые такие пушистики вещь капризная у домашних кактусов если такое вы наблюдали я наблюдала но может очень долго они могут ну вот так расти и просто сначала сидеть ничего с ними не происходит а потом начинают расти к весне потом появляются из них цветы или бывает это падает что-то где-то не так блага неблагоприятное все опала то есть вещь капризная поскольку все так испании не родина кактусов здесь в этом парке я уже рассказывала собер собраны растения из разных мест земли австралийские есть и африканские и азиатские вот как саговник который мы с вами рассматривали да он есть в разных местах вот тот который мы рассматривали он именно японский но он тоже есть и в краснодарском крае везде вот а потому что он тоже кратковременные заморозки переносит вот смотрите еще тут красула вот и из разных мест собраны растений и очень многие из них хорошо здесь приживаются в барселоне потому что ну подходит нравится им австралийские а я прям вот наблюдаю особенно хорошо пришиваются прям вот вообще алоэ цветущий сейчас я ближе к нему подойду миди здесь уже вот это другое алоэ есть уже отсветшие а есть еще только зацветающие соцветия вот там древовидные алоэ это перистые алоэ название не сказала вот а я продвигаюсь другому алоэ опунции вон она впереди но это то что мы видели наверху здесь тоже посмотрим эти некоторые пальмы такой увядший вид имеют значит подмерзли заморозки же бывают на почве а бывают какие-то верховые и пальмы ну да такие более чувствительны так скажем заморозком и страдают от них не как же редко поскольку здесь они находятся так вот на возвышении на горе как в городе среди домов не так это все заметно хотя там тоже бывает там где выше барселона альта там чаще пальмы страдают ну или на каких-то возвышенностях вот он алоэ которую мы с вами продвигаемся я смотрю попутно себе под ноги хотя вроде я по дорожке иду через что-нибудь не перелетела вот смотрите какое мощное алоэ красота ну вот смотрите я по этой лесенке спустилась и вот как тут все это как величественно выглядит вот этот куст алоэ чайки что-то там выясняют макросъемка красота чайки что-то там выясняют они гнездятся на манджуике вот там в склонах горы конечно же что-то там территорию не поделили а вот это там свисает сверху с пальмы между прочим ее соцветия вот я как-то показывала до в нижнем видео внизу еще просто маленькая пальма цвела не стрижены здесь пальмы некоторые потому что так оставляют специально чтобы люди видели как они выглядят в природе вот стриженные например вот полу стриженные прочие но еще смотрят что если пальма ну там чтобы она не падала еще зависит от этого пальма падает знаете как интересным способом она не падает как дерево вот так она надламывается и как зонтик спускается вниз сама видела чем здесь видела ну вот тут холло и тоже еще цветет так и будет связи ему до весны ну и здесь а вот были ну как цветы там не такие цветы как мы себе их представляем теперь плоды видите вот свисают так с пальмы вот это вот денежное дерево надеюсь уже узнаете сейчас подожди так густо цветет что даже листьев не видно ну это центральная площадка вот она кактусов где очень хорошо видно буквально такой знаете кактусовый лес кактусы сейчас не цветут они цветут здесь весной и и летом тоже и вот эти южики и вот эти палочки вот сейчас мы с вами туда пойдем наверх и будем еще сверху эту площадку обузревать так вот вам алое древовидное пожалуйста что-то уже отсветает что-то начинает свести вот эта площадка вот эта площадка сейчас идем наверх сюда кто-то если здесь возьми кактусовая площадка вид сверху вот этой удивительной опять алоэ вид вот это кусты лантаны лантана птички здесь бугенвили внизу тоже вот это сиреневый это тоже лантана в двухцветные цветочки желтые сиреневым и сиреневый наверху лантана это бугенвилия камера не передает ее красоты у нее как-то дает вроде понасыщеннее лантана тоже такого нарядного цвета вот даже как-то сейчас затемнело вроде бугенвилия более реального цвета так а вот вам алоэ древовидное сейчас эти высветлим погода еще пасмурная не очень получается а вот это алоэ перистое а вот это кто-то ходит в кактусах кто-то ходит в кактусах там внизу порт вот еще ракурс вместе с алоэ сейчас как раз время алоэ сейчас более реальные и краски вот тут рядом с кактусами растут стрелице и вот они так цветут это является частым декоративным растением продается и как комнатное растение вот и не дешевая здесь растет в парке кстати здесь она как комнатная тоже продается не дешевая смотрите как интересно вот эти кактусы цветут такими веночками вот они цифалии но сейчас конечно они цвести не будут сейчас не их время если условия неблагоприятные цифалии образуют преобразуются в детки из которых будут потом новые как ту сято что вот в данном случае мы видим вот еще детки магнолия тут листья обшмонал с нее еще один воткнутый был в кактус я сейчас выдернула вон валяется спрашивается так вот эта пальма все время ее показываю она здесь такая тоненькая и вот еще он еще это кольчатая пальма такая вот как рисуют на островах всяких как они в воду свешиваются а эти вот высокие здесь растут верные и просто которые с вами такими длинными листьями вот здесь возле выхода схода выхода веерные магнолий такие листья и у магнолий у фикуса похожие листья жесткие мощные кстати смотрю все время видео в инстаграме из парка галицкого из краснодара тоже мне кажется что это самый красивый парк в россии и не только вот и там магнолия уже с бутонами вот я здесь смотрю пока бутонов нету в принципе и и еще не время краснодарская наверное как более северная более устойчивая там подумала какое-то что-то вроде бутона нет это листья у нее есть такие красноватые когда ну вот на кончиках листьев такая краснота как когда они только раскрываются какую фикуса кстати вот здесь ближе чуть я так тянулась показывала ну вот прогулялись мы с вами по парку вот кактусовый парк с кактусами всякими разными и возле входа здесь тоже есть всем спасибо за внимание пока увидимся